Последний год охарактеризовался пандемией от коронавируса, и кажется, я завершил этот год с коронавирусом, переболел, эта беда не коснулась и меня. Что мне пришлось пережить, и как я на этом пытаюсь заработать, ну и какие случаи были с коронавирусом в этом видео. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, как я уже сказал, кажется, я перенес коронавирус. Почему кажется? Потому что, ну, анализы я, откровенно говоря, не делал, потому что, ну, не счел нужным просто. Ну, как все было. На самом деле, я крайне не люблю болеть, мне это не нравится болеть, поэтому я и не болею, собственно говоря. Вот. Но иногда, когда уже все кругом болеют, ну, вроде как неудобно отказываться и, ну, как бы за компанию, ну, поболеешь немножечко, что делать. Вот. Ну, так же случилось, в принципе, и на этот раз. Я, ну, все общество у нас разделилось на, по отношению к коронавирусу, на всяких коронаскептиков, 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 противников, антимасочников, антивакцинщиков и так далее. Ну, в общем, я скорее отношусь к коронаскептикам, потому что я считал и считаю, что вся вот эта пандемия, она слишком сильно перераздута. И очень многие жертвы коронавируса, на самом деле, их могло бы не быть, если бы не вот эта вот страшно раздутая истерия. И есть целый ряд людей, которые пали жертвами именно вот, ну, вот этой вот истерики, которая связана с коронавирусом. Я об этом скажу ближе к концу видео. Ну, а сейчас о том, что случилось со мной и с нами, со всеми. Ну, дело в том, что недели три назад, наверное, у нас сын, ну, мы особенно не прятались ни от кого, так сказать, там самоизоляция, чтобы там такой вот с масками кругом никуда не ходить, ничего нет, ничего подобного. Мы ходили все по-прежнему, значит, как всегда, ни от кого не прятались. То есть маску я надевал только в крайнем случае, когда требовали в магазине, потому что, ну, в магазине мне объяснили, что если я буду без маски, то их оштрафуют из-за меня. Ну, а так как я не хочу, чтобы кто-то страдал из-за меня, то, ну, мне не жалко, господи, маска так маска. Вот. Ну, и недели три назад, может, чуть больше уже, это было в субботу. У нас сын, ну, у него немного заболела голова, он такой лежал и ничего не хотел делать. Это было в субботу, в воскресенье у него, он совсем расклеился, насморк, сопли, значит, чихает картинно. Дело в том, что у него в понедельник на учебе в колледже была математика, он ее ненавидит, и я сказал, что можешь не притворяться, все равно пойдешь. Вот. Ну, он усиленно, тем не менее, притворялся. Настолько, что к вечеру жена уже подошла ко мне и говорит, слушай, похоже, что он не притворяется, вроде как у него действительно там все плохо. Я говорю, ну, ладно, посмотрим на утро, что будет с мальчиком нашим, если действительно заболел, ну, что ж я враг, что ли. Вот. На утро все прошло. Он просыпается, бодрый, как огурец, собирается и идет учиться. Надо сказать, что математику у них в этот день отменили, так что все было счастливо. Он пришел оттуда счастливый, довольный абсолютно, и сказал, что он ничего не ощущает, ни вкуса, ни запаха. И поэтому ему сказали, больше не приходить. Вот, собственно говоря, с чего началась вся эта история. Значит, он дальше с успехом лежал, гонял балду целыми днями дома. Ну, когда совсем надоедал, он садился за занятия, вот, и иногда делал что-то по дому, там, поштукатурить и так далее. Через два дня после вот того, как случилось это с Кириллом, у жены заболела голова, на следующий день насморк. И еще на следующий день он тоже теряет вкус и запах. И, собственно говоря, у нее добавилось ко всем этим признакам еще и горло. У нее заболело горло, и достаточно, ну, как бы сильно там болело горло. Она полоскала постоянно, и все. Температуры особой не было. Ну, мальчик, как я уже сказал, вообще просто балду гонял целую неделю. Вот, у жены горло заболело. Ну, а через два дня после жены к ним присоединился я. У меня заболела голова, и все. Никакого насморка, соплей. Я иногда подкашливал чуть-чуть, я и до сих пор чуть-чуть подкашливал. Вот, вкус у меня не терялся, нюх не терялся, все хорошо, все как обычно. Вот, но болела голова, и болела она немножечко, не как всегда, может быть. И тоже не хотелось ничего делать. Я просто регулярно лежал. Ну, голова болит, ни до чего нет дела. В общем-то, я с трудом находил себе силы снять видео, потом ложился, потом снова смонтировать силы находил себе кое-как. Ну, в общем, вот таким образом. И так продолжалось где-то неделю. Почему я говорю, что голова болела не совсем обычно? Дело в том, что при этом я не мог заснуть. То есть, я очень-очень плохо спал все эти дни, и в результате спал еще и днем урывками. То есть, ну, как бы вот так вот тяжеловато было, в общем-то сказать, я быстро уставал. Собственно говоря, это все, если не сказать следующее. Ну, когда у меня болит голова, дело в том, что у меня, я гипертоник, повышенное давление, и голова болит достаточно часто. И у меня в свое время это чуть не кончилось инсультом, поэтому я к этому отношусь очень серьезно. И у меня есть соответствующие какие-то всякие таблетки, которые, ну, от чего болит голова? Там кровоснабжение каких-то отделов головного мозга, оно нарушается, и нет питания. Поэтому есть таблетки, которые, они улучшают кровоснабжение то в одной области, то в другой, то в третьей, и так далее. В зависимости от того, в каком месте болит голова, я применяю эти таблетки на ночи. И вот перед сном я, в общем-то сказать, это применял, пока все не закончилось весьма и весьма, в общем-то сказать, ну, достаточно печально. Я стал уже беспокоиться. Дело в том, что в какой-то момент у меня вдруг она не просто так заболела, а начала болеть, значит, здесь, 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 здесь. И причем вот эта вот область, они перемещались буквально каждые 20 минут. Тут я немножечко сполошился и позвонил своему домашнему доктору, который по совместительству является моей старшей дочерью. Она закончила факультет фундаментальной медицины МГУ. Сейчас она врач, онколог, в общем-то сказать, ну, достаточно известный в мире, ученый. И, ну, она онколог, естественно, то есть она не специалист по этим делам. Но я всегда к ней обращаюсь, потому что образование, ну, у нее все-таки немножечко побольше, чем у меня. И она сказала, о, сейчас я позвоню своей сокурснице Гале, я ее прекрасно знаю, доктор Галя, вот такая вот девчонка, говорит, у нее то же самое было, она недавно перенесла то же самое. И сейчас я тебе скину, значит, как она, там, какие-то лекарства там она себе нашла. Ну, так сказать, через 5 минут дочь скинула название этих лекарств. Я пошел в аптеку, в аптеке мне не моргнув глазом сказали, что этих лекарств нет вообще и их не достать вообще. Вот, ну, в третьей аптеке, в общем-то, нашлась, хотя бы в другой дозировке нашлось. И тут же я пришел вечером, выпил это лекарство, и все прошло. Ну, что за лекарство было, я могу сказать, что, ну, дочь сказала, что коронавирус вызывает загустение крови, как бы, и нужно лекарство, которое, ну, грубо говоря, разжижает кровь. В чем конкретно выражается загустение крови? В том, что повышенное тромбообразование, то есть какие-то сосуды забиваются тромбами, и, собственно говоря, в результате, почему я всполошился? Потому что у меня начало повышаться давление очень сильно, и поэтому я ей позвонил, потому что 2 дня у меня держалось повышенное давление, это неправильно. Вот. Ну, поэтому я ей позвонил дочери, и вот это лекарство, оно ингибитор каких-то веществ, которые вызывают рассасывание вот этих вот тромбов, жутко дорогое, естественно, немецкое. Но помогло буквально моментально, и после того, как я там, ну, 3 дня пил, после первого же дня спал, как убитый. Ну, и с тех пор, в общем-то, сплю, как убитый. Вот так. Название лекарства я не имею права, наверное, называть, потому что, ну, потому что это должен делать специалист, поэтому и не называю. Вот. Ну, а из наиболее доступных, которые применял, там, цитрамон, что там еще применяют. Вот. Ну, и какие-то другие свои лекарства, о которых я не буду говорить. Вот. Что я хочу сказать еще. Насколько это страшно. На самом деле, когда я взял вот это лекарство, я читаю внимательно инструкцию, и там написано, ну, как бы, в инструкциях написано все черным по белому, как правило, иногда достаточно страшные вещи. То есть там написано, уменьшает риск смерти. Вот так. Ни больше, ни меньше. То есть, ну, вы знаете, что тромб, если он образовался, значит, там бывает, что в случае, когда тромб откалывается, он куда-то идет, там затыкает все, и внезапная смерть происходит. Вот так. То есть я как бы был на волосок от смерти, и, ну, наверное, не зря я переволновался. Поэтому, в общем-то, еще раз могу сказать, что лучше не болеть, чем болеть. И если у вас есть какие-то риски, заболевания, в чем проблема с этим коронавирусом? Дело в том, что он усиливает те негативные вещи, которые есть у вас. Ну, у меня, в частности, вот кровоснабжение, скажем, ну, головного мозга. Вот. Он это дело усиливает. Если у вас есть какая-то предрасположенность, то он усилит эту вашу предрасположенность, и поэтому не болеете. А чтобы не болеть, значит, мое отношение к вакцинам. Смотрите, я крайне положительно отношусь к вакцинам и к вакцинированию. Я знаю, что есть вакцины-ненавистники, там, что нас всех чипируют и так далее. Но, во-первых, у меня дочь училась в МГУ. Она понимает, что такое вакцины, для чего они нужны. И я тоже понимаю примерно, для чего нужны вакцины. Они вырабатывают антитела к тем или иным заболеваниям. И если человек вакцинирован, то он вполне себе может заболеть тем заболеванием, от которого он привит. Но при этом течение заболевания будет крайне легким и никакой опасности не представляет, как правило. То есть риск осложнений, риск смерти сильно-сильно понижается. И это показывает исследование. И, в общем-то, я убежден, что если у вас есть возможность вакцинироваться, и вы тем более боитесь заразиться, или вы знаете, что у вас есть те или иные какие-то риски, то сделайте это. Теперь по поводу того, какой вакциной прививаться. Ну, на самом деле, я даже хотел, сходил в поликлинику и даже хотел привиться. Но я хотел привиться, еще не было вакцины от коронавируса. Я хотел просто от гриппа. Я где-то прочитал, что есть четырехвалентная вакцина. Она показала великолепную эффективность. Что такое четырехвалентная вакцина? Это значит от четырех видов гриппа. Ну, а так как я считаю, что коронавирус – это разновидность гриппа просто, ну, если привиться ею, то, в общем-то сказать, течение коронавируса будет не таким тяжелым. И, соответственно, все будет хорошо. Но у меня оно и так было не таким тяжелым. А теперь мне не имеет смысла прививаться вообще, потому что у меня есть антитива к этому коронавирусу, уже приобретенные. Да, кстати, мы никто не обращались к врачам, не делали анализы, и поэтому в статистику мы не попали, хотя, кажется, мы переболели все полностью. Ну, и, естественно, мы ограничили все контакты со своими родственниками по максимуму. То есть всех предупредили, что, в общем, какое-то время, если они нас будут посещать, то у них есть риск заразиться. А дальше на ваше усмотрение. Вот. Ну, по поводу вакцины теперь. Что такое вакцина «Спутник Ви»? И я внимательно слежу за всякими этими вакцинами. Вакцинами от фирмы Pfizer, от фирмы Moderna, AstraZeneca и так далее. Почему я это делаю? Потому что я инвестирую в соответствующие компании. И я смотрю, что компания Pfizer, одна из первых и одна из ведущих компаний, крупнейшая компания фармацевтическая США, разрабатывает вакцину от коронавируса, и, соответственно, ее вакцина планируется к применению в США, как одна из трех вакцин. Ну и 30% населения как бы хотят привить именно вакциной от Pfizer. И в мире тоже. То есть максимум информации там есть. Ну и я понимаю, что, скорее всего, компания Pfizer получит прибыль от этой компании, от вакцинирования. И поэтому я инвестировал в акции компании Pfizer и не продавал их. Я давно их купил и не продавал их, и не собираюсь продавать. Кроме того, компания Pfizer разрабатывает вакцину совместно с компанией Элилили, которая участвует и в клинических испытаниях, и в производстве этой вакцины. Тоже крупнейшая фармацевтическая компания. И также вы ее можете увидеть у меня в портфеле Элилили. И я их также не продавал никогда. Я их давно купил и продавать не собираюсь. То есть две компании, которые участвуют в разработке вакцины от коронавируса. Но Moderna я пока не покупал. AstraZeneca это европейская компания, английская. На СПБ ее можно купить, наверное. Не покупал. Но слежу внимательно. Что могу сказать по поводу всяких этих вакцин и вакцины от Sputnik V. Ну, насколько я понял, насколько я читал, они все примерно одинаковые. То есть какие-то вакцины, говорят, более эффективны, какие-то менее, какие-то 90%, какие-то 95%, какие-то 70%, 80%, в частности AstraZeneca. Но статистику публикует только Pfizer. И по статистике действительно вакцина дает устойчивый эффект. Действительно, риск заражения коронавирусом значительно снижается. Смертность просто практически сводится к нулю. Ну, то есть все. Ну, вот видите, я еще болею. Ну, вот. То есть все. Все как надо. То есть прививаться надо. И, насколько я понимаю, у AstraZeneca результаты такие же, но, в общем сказать, там чуть по меньшей вероятности. Ну, это вопрос, как считают. С одной стороны. С другой стороны, смотрите. Ну, кажется, вакцина от фирмы Pfizer, она прошла, в общем сказать, ну, самое большое число испытаний, потому что, ну, и компания самая богатая. Вот. И все эти результаты опубликованы в специальных медицинских журналах. Что касается компании AstraZeneca, в процессе испытаний, в процессе фазы 2 испытаний этой вакцины, был смертельный случай у одного из участников исследования. И в этот момент, значит, было объявлено, что да, есть смертельный случай. И дальнейшие испытания были прекращены до отдельного разрешения, до разбирательств. То есть там все строго. И после того, как выяснили, что этот смертельный случай никак не связан с вакциной. То есть человек просто, во-первых, кончил жизнь самоубийством, а во-вторых, этот человек получил дозу плацебо. То есть даже не вакцины. То есть вообще никак не связано, но было решено продолжить испытание. И доказана абсолютно точно ее безопасность. То есть вакцина от AstraZeneca более безопасна для всех категорий граждан, особенно для пожилых. Но это тоже показано в результате испытаний. И, соответственно, она принята, в общем, к применению. Что касается самой первой официально зарегистрированной в мире вакцины, которая в России появилась, «Спутник Ви», то она показывает офигительную эффективность. Она абсолютно безопасна по заверениям пресс-службы Института Гамалеи и президента России. Никаких данных статистики они почему-то не публикуют. Никакой информации о проведении вакцинации, сколько человек получили плацебо, сколько не получили, какие случаи. Но традиционно у нас почему-то об этом забывают написать. Почему? Непонятно. То есть никакой информации нет. Все заявляют, что никакой информации нет. Судя по всему, вакцина хорошая. Судя по всему, она действует. Но кроме того, что судя по всему, ничего официально почему-то не публикуют. В отличие от Pfizer, который просто вот график приводит, значит, заболеваемость в зависимости от времени. То есть вот люди получили там все вакцины в два приема. То есть сначала первая инъекция делается, потом через две недели вторая. И, значит, наблюдают количество заболеваемости. Там один график вот такой линейный, то есть вероятность заболеть постоянная. И чем больше по времени, то, значит, тем выше, соответственно, вероятность заболеть коронавирусом. И, значит, второй график тех, кто вакцинировался. Значит, первые, значит, там дней 10 вероятность такая же. А потом те, кто получил вакцину, значит, бжум, и вот так вот идет. То есть график наглядно показывает, что вакцинироваться надо и что это очень эффективно. Вот так. Ну а теперь курьезные случаи, которые существуют. На самом деле я считаю, что большая часть всех наших болезней лежит у нас в голове. То есть все болезни от головы. И это подтверждается буквально на глазах. Дело в том, что повышенный риск заболеть и умереть от коронавируса имеют те люди, которые впечатлительные, которые насмотрелись всяких передач, ужасов, и они страшно этого боятся. Ну а страх – это сильнейшая эмоция. Страх – это сильнейшая эмоция, которую испытывают люди. И когда люди постоянно в страхе мысли крутят о том, как бы не заразиться, как бы не заразиться, и они посылают вот это все куда? Во Вселенную. И Вселенная слушает, и Вселенная посылает людям именно то, что люди хотят, о чем люди больше всего мечтают. Ну а так как Вселенная не понимает, что они, значит, если люди думают в страхе, в ужасе, то это усиливается вот этой эмоцией. И, соответственно, Вселенная посылает им то, о чем они больше всего и думают. И это подтверждается вот буквально случаями из жизни, два из которых я сейчас вам приведу. Ну, первый случай – это есть у меня сосед, вот здесь живет, такой весельчак и раздолбай, в общем-то сказать, относится к жизни тоже достаточно по-раздолбайски. И он занимается тем, что в основном ремонтирует машины в гаражах, в принципе, хороший специалист и по двигателям, он вообще фанат машин, увлекается антикварными машинами, восстанавливает, вот. Работает в свое удовольствие, когда ему надо, тогда и работает. Не надо, значит, посидеть, то есть вот относится к жизни. С удовольствием. И там же в своих гаражах, значит, так как он проводит там практически все время, значит, он устроился там сторожем. И иногда там раз в 3-4 дня у них смена, он там дежурит. Вот. И когда вот вся эта паника с коронавирусом наступила, и сказали, что всех на карантин к чертовой матери отправляют, вот, с сохранением зарплаты, как вы понимаете, да, ну, председатель общества их собрал и говорит, ну, слушайте, вы, конечно, можете уйти на карантин, это ваше право, теоретически, но гаражи-то охранять надо, вот, поэтому, в общем-то, сказать, я заставить вас не имею права, но прошу просто, чтобы вы выходили на работу, а зарплату я вам поднять тоже не смогу, потому что, потому что откуда, то есть взносы никто не увеличивал, они там существуют, в общем-то, эти гаражные общества так себе, вот, и, ну, практически все сказали, да, конечно, что за фигня, вот, кроме одного. Один сказал, вы что, нет, я ни за что, я там буду, значит, я боюсь, он всегда ходил с маской, вообще всюду, то есть, он из дома выходил исключительно с маской, чтобы уберечься от коронавируса, вот, ну, и сосед сказал, что именно он и умер. Вот коронавирус, он заразился коронавирусом, достаточно быстро у него, значит, там, все эти пневмонии и так далее, и умер. Ну, в общем, сказать, скорее от страха. А Юра, ему пофигу, абсолютно, может, он и заразился, но, в общем-то, ничего. Вот, и второй случай, значит, ну, у меня, как я уже сказал, старшая дочь работает в онкоцентре, ну, они там все позаболели, она не заболела пока, почему-то. И она сейчас беременная, там, ей в феврале рожать, но, в общем-то сказать, сейчас уже ушла в декрет, вот, ну, она не заразилась, а в декрет ушла здесь, но в другом онкоцентре, значит, ее уломали, выйти на работу, ну, там они устраивают новую лабораторию и так далее, и поэтому она регулярно ездит в Москву сейчас, в РОНЦ, то есть в онкологический центр, на этом самом, на Каширке, вот, там организуют лабораторию, а у нее муж, железнодорожник, и рассказывает вообще курьезный случай на работе. Там вообще один мужик умер просто не от коронавируса, а от страха перед коронавирусом, вот буквально так. Значит, он страшно боялся коронавируса, страшно боялся, и поэтому каждую неделю бегал и делал анализ на коронавирус. И когда анализ давал отрицательный результат, он, значит, успокаивался и думал, что у него есть еще какой-то срок, чтобы пожить, пока он не заразился. И в один прекрасный момент он решил сдать не просто анализ на коронавирус, а анализ на антителлака коронавирусу. И он не болел до этого. То есть вообще не болел, никого коронавируса у него не было, и получает результат, у него есть антителлак к коронавирусу. И то ли он это воспринял, что у него есть коронавирус, то ли он это вообще, короче говоря, для него это явилось жутким ударом. Он после этого не мог ни спать, ни есть, он переволновался очень сильно, и в результате умер от сердечного приступа, который вызвал вот этот вот удар. Вот так. Ну и вы знаете, что в новостях еще очень часто есть другие случаи смерти от коронавируса. Это когда, ну, просто в маршрутку пришел человек, который презирает всякие маски, он говорит, я не буду надевать маску, а все в масках сидят, все возмутились, сказали, что надень маску, он говорит, не буду. Ну, короче говоря, драка, ему дали по башке, и от этого удара он умер. И таких случаев было уже, ну, на моей памяти я читал несколько случаев таких в новостях, когда просто один говорит, я не буду надевать маску, другой говорит, нет, ты будешь, и, значит, по башке, и все. И убивают человека. Тоже жертвы коронавируса, тоже пополняют статистику смертей, на мой взгляд, абсолютно глупых. Ну, почему, ну, если все люди, так сказать, там, они обожают, там, трястись от коронавируса, ну, в общем, что их не уважить, ну, пожалуйста, давайте я надену маску, так сказать, только уже успокойтесь, ради бога. Ну, потому что, в общем-то, не надо нарушать их спокойствие. Поэтому я призываю вас, если, ну, как бы, требования есть такие, носить маску, ну, носите маску, там, ничего такого сложного, не умрете вы от того, что наденете маску, не надо из-за этого никого бить по башке, и тем более получать по башке. Вот. Зачем? Просто возьми да надень маску. Какие проблемы? Вот. По поводу вакцины я уже сказал, что при первой же возможности я очень вам советую привиться, потому что это действительно эффективно, потому что это действительно помогает. Ну, а у меня вообще, так сказать, дурацкая ситуация, потому что я переболел, как бы, у меня уже есть антитела, то есть мне прививаться не надо, маску надевать тоже не надо, потому что, ну, наверняка я уже не заразный, вот. Но, тем не менее, я надеваю маску. Вот так. Ну, это все, что я хотел сказать по поводу своего отношения к коронавирусу. Если у вас есть какие-то случаи интересные из жизни, они наверняка есть, напишите в комментариях, потому что, ну, есть масса всего, что можно рассказать. Там у меня сестра в деревне там тоже рассказывает там всякие-всякие страсти-мордасти. Вот. Ну, напишите, какие случаи есть у вас курьезные, потому что бывает масса всего интересного. А на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Лайк, подписка и до встречи.